Поединок сам по себе это система самообразующей и подготовки, то есть мы можем с вами готовиться к поединку. Для этого мы должны понимать методики, которые существуют, мы должны знать техники, которые существуют и любую систему подготовки подстраивать под свою физиологию. То есть если у меня короткий печат, я делаю одну технику, если у меня длинный чек, я делаю вторую технику и так дальше и так дальше. Все эти знания подходят к нам с этапами занятия. Но есть основные критерии отбора технологий, которые позволяют нам выигрывать в любом поединке на выживание. Какие эти критерии? Можете согласиться, можете не давать о них думать. Первое – эффективность. Правильно критерий? Не эффектность, а эффективность. Выживание и спорт – разные вещи. Согласны, что эффективность – это главный критерий, по которому мы должны систему отбирать. Второй критерий, который существует – это результативность впоследствии к выживанию. То есть если вы чемпион по нескольким видам единоборств до 30 лет, а в 40 лет вы инвалид еле ходите, то, извините меня, выживаемость у вас ноль. Вы в любой системе подготовки должны, прежде всего, не получать травм. Когда вы сможете это делать и подготавливать, тогда в случае реальной опасности вы сможете что-то сделать. А если у вас будет рука, сломанная нога, вообще в целом не соображаете, то, конечно, вам что-то противопоставить уже в реальной жизни жизни. Согласны. Три критерия мы запомним. Первое – эффективность, результативность и безопасность. Любой бой, любая система, она состоит из аспектов, основных аспектов. А то я сейчас еще пару минут, куда-то уже сыпать и будем пахать. Я просто вам скажу. Аспекты любого поединка. Первый аспект, самый главный – физический аспект. Что он включает? Если человек в состоянии своей подготовки физического тела – это костно-мышленная система, отдыхательная система и так дальше, и так дальше. Если он не может отжаться, условно говоря, девушка не может отжаться от пола 30-40 раз, или мужчина не может отжаться 50-60 раз, то говорить о нанесении какого-то суперудара – это бессмысленно. Понимаете, у вас системы нет, у вас нет фундамента. Физический аспект. Чтобы нанести прямой удар руки, его нужно готовить, его надо пробовать тренировать. Вы не сможете разговаривать на английском языке, не посвящая уроки и не практикуясь. То же самое и физический аспект подготовки у вас. Второй аспект. Второй аспект – это морально-философские уроки. Что это такое? Вы должны при помощи занятий получать такое философское обоснование вашей техники, чтобы у вас появилась чистота, у ваших помостов и сознания. То есть все, что вы не делали, вы должны понимать ни добро, ни зло, как применять эту технологию. Понятно? У вас появляется морально уверенность в том, что вы делаете. Вы же не преступник, поэтому вы хотите это делать и обосновать. И третий – это аспект очень серьезный – это духовный аспект. Из духовности все, что вы умеете делать. Вы можете быть физически очень крепким. Вы можете иметь шикарную технику. Но если у вас нет духа – вас сломать. И наоборот, если у человека есть дух, он не имеет ни физики, ни лирики, его никто не сломает никогда. Потому что дух превыше всего. Как система зарабатывания, или нарабатывания технологий, и дух, и морально-волевые аспекты – все это тренируется, все это нарабатывается. Поэтому, как и физика любая, все это готовится. В любой системе ненапорств, если она правильно готовится, то это присутствует на каждом занятии. Если чего-то нет из какого-то звена, то вы занимаетесь спортом, но не системой, которая связана для подготовки к выживаемости. Понимаете, да? Это основные столбы. Пока поводу хватит. Субтитры создавал DimaTorzok